Всем привет, вы на канале CryptoCommons, ребята, в сегодняшнем выпуске Bitcoin начал свою локальную коррекцию, поговорим о потенциальных целях, а также, друзья, послушаем, что сказал Илон Маск про новую глобальную финансовую систему X, которой должен стать Twitter после своего ребрендинга, в общем, чуваки, 10 дней, всего 10 дней осталось до halving Litecoin, это тоже не может не радовать, поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, мы начинаем, поехали! Да, перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, друзья, обязательно добавляйтесь к нам в команду на Bybit, начинается крупнейшее соревнование трейдеров WSOT, ссылка в описании, по ней вы можете получить 50 долларов сразу же, зарегистрировавшись как ранние пташки, ну и поборемся за большой приз, конечно же, поэтому залетайте. Вот, ну а начнем давайте с речи Илона Маска и еще с пары прикольных вещей, которые мы увидели на стриме Ivan on Tech и перевели специально для вас, друзья, погнали, начинаем. Для бычьего рынка нужен фундамент, эти кирпичики, из которых он будет отстроен, вам необходимо наличие новой технологии, которая запустит новый бычий рынок. В 2017-м это был сам эфир, он появился в 2015-м, продолжил свое развитие в течение 2016-го, а в 2017-м он уже был готов к ICO. После чего в последнем бычьем рынке у нас был DeFi, это была новая технология. А в следующем бычьем рынке, ребят, я вам говорю, это будет кросс-чейн, мосты между сетями, трейдинг на втором уровне будет с той же самой ликвидностью и с первых уровней, она будет общей, токены будут общие, и все в том же духе. И давайте перейдем к еще одному кирпичику для бычьего рынка, в которой важную роль играет Илон Маск. Давайте послушаем, что он нам рассказывает про X, ребрендинг, в который превращается старый твиттер. Возможно, это происходит уже сейчас, он говорил об этом сегодня, а я узнал о том, что он хочет сделать ребрендинг вчера. И вот это уже здесь. Реализация его идей происходит очень быстро. Давайте послушаем. На самом деле, если все сделать правильно, то X станет, будет обеспечивать финансовые потребности людей в такой степени, что со временем он станет, не знаю, может, половиной глобальной финансовой системы. Вау. Доля будет большой. Не уверен, что он прям совсем большой, но определенно он будет самым большим финансовым институтом. Но определенно не в такой форме, какой люди представляют себе банки, а просто в самой эффективной базе данных того, что сейчас представляют деньги. Как я говорил, минимум мошенничества. Все работает в реальном времени. И даже если в какой-то форме будет привлекать деньги, то очень легко и в одно касание. И это ключевое. По сути, Илон сейчас отстраивает свою идею, появившуюся 30 лет назад, когда учредил X.com, тогда это было платежным провайдером, впоследствии ставшим PayPal. Но всегда говорил, что его мечта на самом деле до конца не была реализована, так как он мечтал о совершенно другом, нежели то, чем стал PayPal. А PayPal не последовал его видению. Теперь он возвращается с идеи X. И хоть многие и жалуются, что Twitter был такой хороший бренд. А теперь Илон убрал этот бренд, убрал этот логотип. Послушайте, друзья, если вы еще не поняли, Twitter станет по сути X.com. Twitter больше нет. Теперь нет понятия твитов, твитить. Птичка улетела, ее больше нет. Теперь лишь X.com. И сейчас многие говорят, ладно, это ужасно. Раньше так здорово звучало затвитить, потвитить, написать в твите. Отличная была фраза. Вообще само слово «твитить» стало некоторым синонимом понятия общения. Ведь не так много компаний, которые создали до такой степени вербализованные бренды. Ну, то есть, есть понятие «погуглить», то есть искать что-то онлайн. Или «твитить», что в большей степени значит зайти в Twitter и написать какие-то сообщения. Но смотрите, на самом деле это как раз то место, где нужно посмотреть на картину крупным планом. Здесь я с миссией Илона совершенно согласен, так как его миссия гораздо крупнее, чем мы можем себе представить. Я думаю, многие люди думают, речь только про сообщения. Нет, ребят, он ясно сказал, что это гораздо крупнее. И это связано с его идеей 30-летней давности, что очень круто. Весь его бренд пронизан большой историей. И эта история имеет очень богатое наследие, как в данном примере, так как она началась очень давно. Более того, она прекрасно помещается в его и другие бренды, как SpaceX, а также Tesla, потому что у них ведь тоже есть модели Tesla X. У меня Tesla нету, но вы же сами знаете, модели эти Tesla X. Но в любом случае, ребят, у нас там есть SpaceX, SolarCity, да в любом случае. Он запостил и показал нам целую бренд-книгу с целым набором всевозможных X. Он написал «Мне нравится X». Поэтому я, ребят, абсолютно уверен, что данный проект увенчается успехом, потому что все это гораздо больше, чем просто птичка, намного больше. А с птичкой, кстати, было много проблем. У очень многих было много разных мыслей, и по сути это очень большой багаж. Люди очень хорошо знают, что такое Твиттер, так как Твиттер был Твиттером и на протяжении очень большого количества лет. Со всеми этими грустными историями про цензуру и также другими скандалами, с которыми он столкнулся. Довольно интересные новости от Метамаска. Новость пришла из Парижа. У них проходили демо-дни, так называемые. И круть в том, что у них появляются так называемые примочки. Так? Это такие фишки, которые позволяют вам создавать свои собственные плагины. Для кошелька Метамаск, что просто огонь. Я люблю это. Поэтому любая отсутствующая функциональность в кошельке может быть дополнена с помощью плагина. И такое позиционирование кошелька, я думаю, дает ему большое преимущество, так как другие кошельки обычно стараются копировать его, говоря, «О, Метамаск такой плохой, давай сделаем лучше». Но он играет совершенно другую игру. Ну, то есть пользовательский интерфейс довольно хорош. Люди кликают, им все понятно. Но как ты сможешь добавить основные фишки к кошельку и создать экосистему вокруг Метамаска, когда буквально все и совместно работают над кошельком? Только плагин. И вот почему это очень круто. И, кстати, Метамаск — единственный кошелек, являющийся опенсорсеном, будучи значительно распространенным кошельком. И, ребят, еще одна новость. У нас Гарри снова поехал кукухой, который готовится судиться, точнее, подать апелляцию, по решению в деле с XRP. Новость короткая, но при этом очень важная. Я хочу об этом сказать. История еще не закончилась. Еще пока не конец. Когда и в какой форме он подаст апелляцию, пока неизвестно, но нам нужно к этому быть готовым. Так, ну вот, как вы видите, новостей бычих куча, друзья. Поэтому не забываем регистрироваться на Байбит-турнире вместе с нами по ссылке из описания и получать по 50 долларов на свой счет, как ранние пташки. Вот, я лично пока, на самом деле, подзакрыл свои позиции. На этом проливе забрал часть прибыли. Забрал хорошую прибыль. И теперь жду, жду, смотрю разворотных паттернов. Жду подтверждения точки входа. Если мы сейчас удержим вот это локальное дно, возможно, я буду перезаходить. Но также, возможно, еще один пролив, как мы говорили. Куда-то в зону 28300, 27500 по битку. И вот оттуда, я думаю, что я буду более агрессивно уже набирать долгосрочные, долгосрочные лонг-сделки. Ставьте лайк обязательно, если вы цените такие апдейты и переводы зарубежной, зарубежного контента, друзья. И проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Как только мы пробьем 100 тысяч подписчиков, у нас будет супер-мега-розыгрыш, чуваки. Вот. Так что новостей бычих куча. Вон, посмотрите, например, как в Макдональдсе, в Эль-Сальвадоре вы можете оплатить биткоином, чуваки. Биткоином оплатить заказ в Макдональдсе. То есть, понимаете, будущее здесь и сейчас. Будущее уже здесь и сейчас, ребят. Когда я в 2015 году узнал, что такое биткоин, в 2016 еще, вообще все думали, что это какая-то понция схемы или там казино. А сейчас мы увидим то, что государство на национальном уровне, вон, у них, посмотрите, кошелек, это типа их официальный кошелек. Проводят платежи в биткоине. Так что, друзья, глобально мы все еще с вами очень недооценены. Посмотрите, мы на дне логарифмического канала. Поэтому, конечно же, только лонг, ребята. Только лонг в долгосрок. Накапливаем биткоины. Накапливаем биткоины и ждем Тузумуна. А у меня на этом все. С вами был Гриня. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, тейки. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. И увидимся в следующих видео. Пока. Не забудьте добавиться на Байби Турнир. Обязательно по ссылке из описания. Прямо сейчас.